а вы с родителями вообще единомышленники если касается идеологии с и с мамой с он ну мама 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 идеологии до семья дом на всю блокаду пережила она настоящая ленинградка как моя бабушка прабабушка у меня все питерские оттуда еще даже когда там не было петербурга желание большая шведская семья борков оттуда мы пошли по материнской линии фамилии конечно менялись что касается отца то конечно да хотя у батя всегда была такая дилемма знаете он уважением относился к стали но ну как верховным угоном командующий скорее всего как вот военному человеку и смотрел он совсем недавно ушел из жизни буквально с месяца и смотрел передачу дождь почти запрещенным нашей стране я выбрать как совместить вещи то там и там и там за справедливость вот вы даете понять за справедливость я помню ваше интервью канал дочь когда вы сказали что две две любимых таких вещей ваших это канал ложь вот так и получается если считали ну что это просто вот пони это было на самом деле так и вот армия так мне отец отвечал еще вы знаете в россии понятие справедливостью пожалуй является одним из главных все революции случается не потому что это маркс так определил а потому что народ чувствует несправедливость очень острый больно так получилось в семнадцатом сто лет будем отмечать причем не в октябре феврале семнадцатого года в октябре уже никакой революции не было власть просто валялся и лень спокойно подобрал так было и в девяносто первом году это же на моих глазах что называется едва ли не при моем участии ну вы проголосовали да за занят да за независимость россии фактически не понимаю что мы подкладываем туда хороший кавычках кирпич под развал советского союза да не было такого понимания честно вам скажу вот поэтому я 12 июня никогда не отмечаю как праздник демонстративно почему и на приема никуда не хожу я не понимаю что такое 12 июня какое отношение дамит к россии а вот 9 мая это день победы но я советский офицер у меня все родственники повоевали дедов я своих не помню они погибли покойный тесть герой советского союза мама пережила всю блокаду и это знание понаслышке они мне рассказывали поэтому этот праздник во первых спасибо что меня неожиданно назвали важной персоной я давно уже не важны персоны живущий своей жизнью лично и общественно что касается передач у меня много знаете возможности общаться с разными журналистами записываться иногда после или интервью или родимого в том числе бывают такие средущие просто устаешь и не хочется больше никогда с этим человеком беседы а здесь а комфортно в человеческом плане второе очень корректные вопросы и в третьих приятно что собеседник вы же обратили внимание я ведь тоже вопрос создавал как бы проверял реакцию когда собеседник в общем-то но если единомышленник нет слова не нравится но понимающий тебя и ты понимаешь его это очень важно